добрый день дорогие друзья с вами автосалон про тюнинг меня зовут игорь и сегодня мы с вами рассмотрим по-настоящему уникальный автомобиль которых вы навряд ли встретите на дорогах это mercedes s63 edition one в последнем 223 кузове поехали ну и начать хочется с того чем же отличается этот с класс почему версия edition one такая особенно это у нас сразу с передней части видно это накладки из карбона вокруг воздуховода на самом переднем бампере все это очень классно сочетается с фирменным темным chrome 223 mercedes смотрится достаточно интересно и необычно ну и плюс ко всему цвет этой машины современный модный nardo grey а то все привыкли видеть почему-то 223 с класса в черном цвете я чаще всего именно такими наблюдаю а вот такой вот смотрится очень свежо и необычно ну и плюс ко всему у нас здесь есть полный комплект опций для безопасного вождения удобной парковки и так далее это камеры кругового обзора которая стоит сразу у нас передней решетки за логотипом mercedes скрывается у нас лидар который понимает дорожную обстановку знаки расстояния до объектов и так далее в общем машина прям видит просто во все стороны и по поводу того что она видит освещать дорогу вам будут фары digital light появились они вот краски в последних моделях mercedes смотрится тоже очень интересно плюс эти вот синие вставочки внутри самой фары смотрится контрастно с цветом кузова тут у нас есть и умный дальний свет который может не слепить машины которые едут перед вами на встречную полосу и так далее то есть отдельные сектора она может выделять проекция на фарах если допустим вы встанете перед стеной она может вам показать какую-нибудь анимацию интересную они просто ровную линию света ну естественно это самая передовая оптика на сегодняшний день которая будет обеспечивать идеальный свет абсолютно в любых условиях будь то день ночь град снег и так далее все мы знаем что самое сложное это ехать ночью в плохих погодных условиях снег или дождь например так вот здесь этой проблемы абсолютно не будет двигаемся дальше на машине стоят 21 колесные диски естественно они у нас здесь разноширокие мне очень нравится исполнение я уже это говорил неоднократно что раньше что у бмв что у mercedes диска которые шли с проточка вот такой вот алмазной лицевой части красились в серый графит то есть боковинка у нас была серая теперь же наконец-таки все стали делать нормальные исполнения которые кстати мы делали уже давно в нашем тюнинге я лично всем клиентам это предлагал покраска дисков в черный цвет и алмазная проточка лицевой части потому что смотрится более контрастно но все-таки это доходит потихонечку до всех брендов а за ними у нас находится карбон керамическая тормозная система с мощными золотистыми фирменными суппортами mercedes и тоже очень важный факт что в четвертом году mercedes прекращает производство таких систем карбон керамических скорее всего это связано с инфляцией в автомобильном мире да и в общем в европе и таким образом они решили сэкономить на производстве своих автомобилей но как видите это один из последних mercedes такой системой тормозной поэтому можете смело приезжайте приобретать уже можно сказать эксклюзивный реально автомобиль далее еще одна особенность версии дишин ван это карбоновые крышки зеркал и карбоновые накладки на порожки все-таки машина у нас далеко не самая слабая мощность мы раскроем чуть позже и вот такие вот элементы нам как бы снаружи уже показывают то что машина серьезная лучше близко к ней не подходить тут же у нас в крышках зеркал те самые камеры кругового обзора в зеркальном элементе имеется индикация слепых зон в общем максимально оборудовано здесь каждый элемент ну и перемещаемся к задней части этого автомобиля сразу хочется отметить наличное карбонового диффузора это тоже у нас отличная особенность edition one тут же у нас идет тот самый темный chrome это молдинг на самом диффузоре насадки выхлопа у нас также темные в общем задняя часть смотрится максимально эффектно опять же хочется отметить цвет этой машины наличие темного хрома карбона выглядит все очень дорого и так как и должно быть автомобиль и такого уровня ну и одна из самых красивых частей 223 mercedes который мне лишь нравится это задние фонари кто-то может поспорить что они стали выглядеть не так породиста как это было допустим на двадцать втором mercedes но нужно просто присмотреться и заглянуть так сказать внутрь этого фонаря насколько он объемные вот эти вот маленькие башенки такие которые у нас здесь есть поставлены в несколько рядов и создает такого 3d эффект внутри фары ну в общем выглядит очень классно ну и потихоньку перемещаемся в багажник тут у нас на самом деле есть о чем рассказать я думаю видите эти сумки и коробки это все идет в комплекте с этой машиной во первых у нас два комплекта зарядок в своих чехлах очень красиво на самом деле все исполнено то есть не просто стандартные какие-то пакета такая вот жесткая коробка то есть одна для того чтобы вы могли заряжаться на любой общественной зарядки и второй комплект для того чтобы можно было его поставить у себя дома далее вот такая вот сумка похожа на спортивную в которой у нас находится чехол для машины то есть вы можете поставить на свое парковочное место накрыть чехлом они боятся что со временем она запылится станет грязный и так далее тоже очень приятно что вот такие вот мелочи у нас есть комплекте и еще две таких вот небольших сумки это наушники которые у нас идут в комплекте для того чтобы вы могли с комфортом перемещаться на заднем ряду исполнено это все очень классно черный глянец логотипы mercedes наушники очень удобно сидят на голове на общем прям роскошь в каждом сантиметре дальше что у нас идет в комплекте ну в принципе по классике это цветоотражающий жилет комплект с аптечкой и вот такой вот сундучок у нас там дальше стоит я думаю кто-то уже заметил это холодильник то есть в этой машине даже есть такая опция в общем все максимально дорого и еще что хочется отметить что 223 mercedes с класса 63 так как это ей performance такая вот новая приставка у нас появилась тут у нас теперь нет привычного подпола который обычно мы открывали там у нас лежал комплект для замены колеса запасного само колесо и так далее теперь этого нет пол поднят чуть выше потому что там у нас находится электромотор который немножко помогает автомобилю в моменте придает еще больше мощности из-за этого не так много места стало в багажнике но я думаю вот на этом комплекте можно проверить его вместимость и так мы сложили весь комплект который шел с машиной большая сумка две вот таких вот небольших еще сумки наушники как видите даже несмотря на то что у нас стоит холодильник в багажнике тут осталось еще даже больше половины пространства я думаю еще сумки три большие сюда точно поместится либо чемодан с одной сумкой в общем можно будет спокойно перемещаться на далекие расстояния путешествовать вместе со своими вещами на этом автомобиле ну и перемещаемся в салон тут у нас отделка из черной кожи опять же хочется отметить фишку edition one это красная строчка по всему салон на центральном подлокотнике на сиденьях на дверных картах она присутствует везде и даже в карбоновых вставках которые идут по салону на парпризе на дверных картах у нас есть тоже красная нить она все сочетается я думаю навряд ли вы где-нибудь видели такой карбон чтобы был с красным акцентом выглядит очень здорово и на самой центральной консоли прямо под экрана мультимедиа системы у нас выштамповка такая шильдик с 63 edition one то есть вам сразу понятно что это особенная версия ну и переходим далее руль у нас со вставками из аркантары сверху снизу кожа имеется дополнительные юниты для выбора режимов езды для того чтобы вы могли включить дополнительные функции на левом джойстик который у нас полностью настраиваемый ну и в принципе сам дизайн нового руля mercedes мне лично очень нравится лепестки сзади в общем все что нужно фирменная приборная панель которая у нас имеет 3d эффект выглядит на самом деле безумно классно жаль что камера это не передает но собственно вживую смотрится максимально информативно она как бы отделяет отдельные элементы друг от друга то есть мы понимаем что у нас тахометр чуть дальше располагается и тоже в такого 3d пространстве у нас собственно переходит и все основные элементы которые у нас неводвижно у нас как бы на передний план здесь же вынесены ну а за рулем он мы видим такую вот большую вставку это проекция на лобовое стекло и тоже одна из особенностей с 63 то что сама проекция может двигаться и не просто как мы привыкли в остальных машинах что мы можем через меню мультимедиа системы выставить ее как нам необходимо а она понимает с помощью датчиков которые установлены самой приборной панели положение головы водителя и адаптируют под него то есть если я чуть ближе подвинуть к рулю она станет чуть меньше края удаляясь дальше она становится чуть больше в общем она постоянно в движении и как бы вы здесь не сидели она видит вас и подстраивается под до самого водителя в общем сделано очень круто и так немного про саму мультимедиа систему на главном экране у нас есть большая площадь для навигации который здесь в принципе отлично работает никаких подвисаний но я думаю было бы странно если были какие-то подвисания переходим в главное меню открываются у нас остальные менюшки мелкие то есть отдельно можем открыть настройки зарядки скачать приложение из фирменного магазина mercedes me и вот что нас интересует это установки автомобиля тут тоже можно на самом деле провести большое количество времени то есть настроить отдельно вспомогательные системы это камеры парковка различные датчики которые предотвращают у нас столкновение полностью настройки автомобиля в плане его движения комфорта и так далее сейчас мы выходим назад настройки комфорта тут хочется сразу показать новую функцию которая появилась последних поколениях mercedes называется она energizing комфорт то есть включая ее допустим выбираем программу свежесть у нас сразу активируется система кондиционирования включается приятная музыка может включиться массаж что-нибудь еще и так далее в общем чтобы вы погрузились прям полностью в программу которую вы выберете ну и что больше всего хочется посмотреть в версии 63 у mercedes это меню мг performance здесь мы можем увидеть как работает система гибрида в этой машине настроить различные параметры по двигателю электромотору как он будет отдавать свою мощность и так далее включить меню спорт приборов где у нас будет показываться мощность которая автомобиля дает в данный момент времени но общем выглядит тоже очень эффектно и еще одно меню это track pace в нем мы можем включить телеметрии если допустим вы захотите выехать на трек на этой машине либо устроить гонку по прямой на время тоже у нас здесь все это имеется внутренний такой светофор который будет показывать нам старт и еще хочется отдельно отметить меню выбора режимов езды у нас здесь их на самом деле большое количество так как это у нас машины гибридная то у нас появились здесь новые режимы батареях о в котором машина будет удерживать заряд батареи которые у нас установлена и полностью электрический режим в котором вот как слышали сейчас мотор полностью выключается вы едете только с помощью электромотора ну переходим далее по салону под мультимедиа системы у нас находится большая такая вставка черный глянец рояльный лак смотрится безумно классного благодаря своей такой изогнутой форме прям бликует постоянно всеми цветами открываем шторку тут у нас два подстаканника место для хранения ваших мелких вещей две зарядки избитые psy и место для вашего телефона с беспроводной зарядкой а в подлокотники еще небольшое количество места не скажу что здесь прям сильно многое его и также две зарядки юсб тайп си и так перемещаемся наверное на самое главное место с класса задняя правая потому что здесь мы можем с максимальным комфортом разложиться я думаю вы видите как я лежу почти здесь можно на самом деле проводить большое количество времени плюс ко всему здесь же у нас есть очень интересная функция массажа то есть не только спиной зона также зона поясничная еще дополнительно атаманка который у нас выдвигается может вибрировать делать своеобразный такой массаж в общем здесь можно прям по полной расслабиться и чувствовать себя максимально комфортно что у нас здесь еще есть большой подлокотник тут у нас место для ваших вещей также место для телефона с беспроводной зарядкой дополнительный планшет для управления системами комфорта и в принципе задним рядом автомобиля который мы можем достать его так вот спокойно с него выбирать все что нам необходимо и тут же на подлокотнике у нас есть место для хранения мелких вещей то есть там могут быть кредитные карты телефон и так далее и еще два подстаканника но самое интересное про что мы вам рассказывали когда говорили про багажник это холодильник который здесь имеется под две бутылки шампанского он идеально подойдет в дальнюю дорогу но и это еще не все потому что у нас есть еще два экрана для задних пассажиров в принципе они дублируют то что у нас находится на центральном планшете те самые функции у нас есть и в этих уже более больших экранах на центральной консоли у нас присутствует еще дополнительная панель для управления системой четырехзонового климат-контроля еще что мы можем здесь сделать поднять либо опустить шторки боковые также шторков есть сзади меня на заднем стекле можно еще собственно открыть шторку панорамы которая у нас сверху идет она у нас продолжается вплоть до самого заднего ряда то есть отсюда тоже можно будет наслаждаться солнечным небом либо чем-либо еще комфортная подсветка сделано в этой машине очень классно то есть это не просто какая-то тоненькая линия которая у нас здесь аккуратненько посвечивается а вот такая вот прям сантиметровая народа чуть больше полоса который идет прямо по всему периметру салона ну и все это приправлено идеальным качеством звучание музыкальной системы бурмистр вообще на самом деле главный плюс конкретно этой машины в том что вы можете передвигаться не только с комфортом на заднем ряду но если вам захочется вы можете сесть за руль и показать мощность всю которую может выдать эта машина ну а под капотом здесь стоит уже всем известный 4-литровый в 8 битурбо и он у нас работает в этом поколении в паре с электромоторами про то что я вам рассказывал багажник это что у нас там стоит батарея электромотор на задней оси и совокупно такая установка дает 802 лошадиные силы 1430 ньютон-метров крутящего момента на самом деле просто какие-то космические цифры и просто представьте что такой вот большой седан лонг с комфортным задним рядом может разгоняться до 100 всего за три три секунды на самом деле это очень сильно впечатляет учитывая то что сзади может находиться человек у которого будет включен массаж подняты шторки он будет наслаждаться музыкой с наушников которые идут в комплекте но в общем машина считает в себе все что необходимо практически для любого сценария использования ну и по итогу я еще раз повторюсь то что эта машина это такой универсальный боец на котором вы вы можете выполнять максимально большое количество задач и самое главное что это будет эффектно быстро комфортно и так далее в общем машина действительно впечатляет это mercedes 63 амг edition one в 223 кузове эта машина продается в нашем автосалоне про тюнинг и на сегодняшний день цена на этот автомобиль 33 миллиона 890 тысяч рублей также не забывайте про то что на этот автомобиль действует гарантия до трех лет и вы можете приобрести его еще выгоднее если воспользуетесь программой трэйдин так что скорее обращайтесь автосалон про тюнинг но и обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал потому что там мы выкладываем самые свежие актуальные новости все поступления новых автомобилей машины которые в наличии также изменения по этой машине будут в первую очередь поститься именно там и подписывайтесь на этот youtube канал на котором выходит этот видеоролик поставьте лайк этом видео напишите как вам этот автомобиль и всем удачи